На повестке самые острые вопросы. Председатель Заксобрания области Владимир Киселёв встретился с общественниками Александровского района. Жители хотят знать, когда в Машково перестанет расти свалка, а во всём районе проведут, наконец, качественные ремонтные работы по благоустройству. У активистов претензии к исполнительной власти. Люди уверяют, местные чиновники годами не могут решить эти вопросы. Уже месяц в районе новой руководителя Дудоров Александр Николаевич. Вот и назрел главный вопрос. Что изменилось с уходом Берсина? И сразу ответ. Ровно ничего, хотя пошёл второй месяц. Но я же не волшебник, я не могу сделать это за месяц. Вы меня правильно поймете. Однозначно могу сказать, что я не лоббист московского завоза мусора, я не лоббист московской свалки. Решать этот вопрос мы будем, и мы решаем. Владимир Киселёв согласен. Решать мусорный вопрос надо, но месяц слишком маленький срок, чтобы судить о работе руководителя района. Задача спикера облпарламента – примирить конфликтующие стороны и помочь решить Александровцам наболевшие вопросы. Для диалога на встречу председатель ЗС позвал общественников и представителей разных политических партий. Очень важно знать всегда полярные точки зрения. И когда понимаешь мнение разных людей, разных категорий людей, это и демократически настроенные политические силы, и люди левых взглядов, и национально ориентированные есть политические силы. Тогда вот, когда ты обогатишь свой ум, своё сознание различными взглядами на жизнь, на решение разных проблем, только тогда можно принять, наверное, взвешенное решение. А в Балакире спикер ЗС обратил внимание на другой сложный вопрос. Здесь пока так и не появился ФОК. Возводить спортивный объект начали зимой прошлого года. Строители заложили фундамент и возвели металлоконструкции. Всё, деньги кончились. Мы чуть-чуть шли с опережением графика. И вот это, в апреле это случилось. Мы встали, остановились, потому что у нас задолженность наша подписанного акта на 10 миллионов, а выполненных работ на 25. Чтобы достроить ФОК и порадовать жителей десятитысячного посёлка долгожданным спортивным объектом, необходимо 95 миллионов рублей. Власть и мущие пообещали, деньги должны найти. У нас есть предварительная договорённость на сегодняшний день с руководством администрации Владимирской области. И мы, законодательное собрание, в любом случае решение поддержит по изменению бюджета Владимирской области с тем, чтобы найти эти 95 миллионов. И в ближайшей перспективе, при уточнении бюджета, мы бы могли эти денежные средства выделить Александровскому району. Пока гарантировать, конечно, невозможно, но предварительная договорённость такая есть. Награждение юных дарований – ещё один пункт в рабочей поездке председателя облпарламента. Эти подростки – настоящая гордость не только посёлка Балакирево, но и всего Александровского района. Ребята – отличники в учёбе, спорте, культуре. Они – настоящий пример для своих сверстников. Меня волнует проблема экологии в нашем посёлке. Поэтому с ребятами мы организовываем и проводим акции «Чистый лес и зелёный мир». Поэтому на встрече с парламентариями школьники тоже задали вопрос о судьбе районной свалки. Владимир Киселёв отметил, что в ближайшее время своё решение по этому вопросу должна опубликовать прокуратура. Сейчас надзорный орган проводит проверки.